Ты в таком же ключе, леванула, коричневый, красноту, создай вот такое, хорошо? Внизу вот такое, как платье там звучит, да? Потом, внутри этого, начнем доставать силуэт. Потом наполним его краской, значит, взяла теперь желтый, розовый, белильца и струю фигуры, ориентируясь от середин, насколько к серединам упаковывается. Ну, скажем, вот рука ровно посередине, да? Или, может быть, чуть-чуть смещена туда, вот так. То есть это легко найти. Линия спины, вот талии, где-то тоже в районе середины, легко найти. Грудная клетка пошла наверх, бедра пошли вниз, а талия осталась здесь. То есть от этих мотивов легко находить. Рука пошла относительно края, почти вертикально, но с уклоном. Та рука смотрит, ну, так, ладно, та рука смотрит в тот угол, но у нас формат немножко другой. Ну, приблизительно туда. Штрих по цилиндрам. Штрих по цилиндрам. Желтый, если что, добавляем. Голубой, деликатненько, привзяла и тоже начинаешь подмешивать. Есть там такие мотивы, да? Угу. Вот такие мотивы. Подмешиваешь, подмешиваешь. После этого, когда ты примерно найдешь рисуночек, ты возьмешь мастихин и все это начнешь еще и штриховать. Начнешь штриховать. Причем вот такими дерзкими, брутальненькими укладочками. Вот такими. Прикольно? Вот такими. Хорошо? Да, хорошо. Красный ты положишь еще более брутальными. То есть, размоткнуться нужно от всей души. И этот произвол, который будет складываться, внимательно смотришь, что получается от нескольких движений. И, если что, дополняешь или оставляешь. Прикольно? Черноту будешь брать розовый. Там розовый валяется. Розовый, синий. Будет чернявый цвет. Доложишь и чернявый. Да. Прикольно? Давай так. Сначала ты должна наштриховать эти вещи. То есть, это тоненько. Штриховать. Не шпатлевать, а именно штриховать. Ты тут же бросилась шпатлевать. А нам нужно сначала дать штрихованное, которое дополнится шпатлеванным. Хорошо? Поэтому немножко позбреваешь. Где-то голубиночки, которые будут зеленить, тоже поподбросишь. Где-то коричневый, розовый, который будет темен очень, тоже подбросишь. Так, тоже розового нет на палитре. Нет. Ну, на столе все лежит. Лежит? Да. Розовый, голубой будет очень чернявый цвет. Им отделишь по новую историю. И тоже с этими дерзостями. Хорошо? Да вот не получается, молодцы. У меня вырезка запрещена. Штриховательно, штриховательно. Покажи, как ты будешь штриховать. Нормалек. Нет, плашмя. 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 Нормалек, да? А, все, поняла. Все, давайте. Ну, смотри, сейчас уже красиво. А ну, волосики черненькие поддай. Тоже синий, розовый. Тоже красиво. Умница. Просто здесь нужны еще и более длинные. Ну, в общем, более длинные. Хорошо порезала, суперски порезала. Тоже удобно. Угу, угу, угу. Ты видишь, вот этот рубленый, а-ля мозаичный мазок, да? Он как-то эффектно звучит, правда? Мне нравится. Так могучее, убедительно. То есть даже с неточностями рисунка ничего страшного. То есть пока еще не точности. Да, хочется точности. На границе с телом пускай появится розовизна. Хорошо. В тоне работаешь хорошо. Молодец. Очень хорошо. Теперь можно включаться и шпатлевательно. Деликатно, рванно. Рванно. Начинаешь набирать. Начинаешь набирать. Под съемками, да? Добирая лепко, лепко, как скульптор, добирая вот эти лоскуточки. Сейчас, может быть, мы все правильно нестить. Раздобудем. Вот эту лепко. Иногда некоторые удачи, которые будут формироваться, беречь. Даже если они не идеально рассказывают об анатомии. Но если очень удачно легло и смотрится убедительно, оставляешь. Хорошо? То есть, вот это лепкое состояние, когда буквально пластилином краски. Завидно? То-то. Ну, я имею в виду, завидно, тема, да? Тема шикарная. Очень. И вот эти синюшечки, розовости, лепко. Давай. Угу. Согласна, дай? Чуть-чуть вернуть. Чтобы обледенеть все это все происходит. М? Обледенеть немножко. Что, что, что? Ну, обледенеть. А то, как-то здесь у меня какой-то прям... Вот так вот. Несколько сбито разница. Подштриховывание тоже наш друг. Подштриховывание не только косматки. То есть рублен насек. Наверное, что. Вот так вот. Продолжение следует... Несколько крупнее это пятно бедра. Не так сильно разделено, как... Можно задействовать и палец для разработки пятна. Рука пошла по другой траектории. Все это с дугой. Значит, чуть-чуть будешь помогать вот этими настроениями, и ты видишь, что они звучат. Мало того, подобавляешь вот такой резонин. Прикольно? Ну, во всяком случае, что-то такое у него. Он даже где-то взрывает изображение. Почему бы и нет? Взрывает даже где-то изображение. Правда? То есть, вот оно не равно своим очертаниям. Но это все создает эмоцию дополнительную. Действие выполним кистью. То есть, ресурс мастихина мы исчерпали. Теперь кисть. Ну, тоненькая относительно. Желательно щетиной, а не колонком, как может показаться, что колонком лучше. Ну, это искусственная у меня вот сейчас в руках. Искусственная имитирующая щетина. Не надо больше ничего делать. Все, уже хватит. Здесь мизинец, а это другой палец. Другой пальчикчик. Чуть выше. Другой палец. Спасибо. и вообще конкурс Спасибо. 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 Ну, если что-то хочешь еще поискать, поищи. А, вот она. Это не рефлекс на ней. Это все-таки свет, точно. О, это самый задний фончик. Сейчас, сейчас, сейчас. Думаю, что она такая кругузенькая. Просто мы здесь этот свет не додали. И она сразу у нас утоньшилась. Он там слабенький. Я его просто чуть-чуть усилил, чтобы отделить внятно фигуру. Посмотри, как хорошо, что она отделилась и стала худее. Ну, вот такое какое-то. Ну, понятно, что можно технически лучше, совершеннее же сделать. Но я думаю, что знакомство с фигурой посредством мастихина произошло, да? Да. Спасибо. Спасибо.